В окружной столице прошел семинар-совещание на тему языки малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе общего образования Российской Федерации «Современное состояние и перспективы развития». Его участники не только обсуждали проблемы коренных малочисленных народов, дискутировали о возрождении языков и традиций, но и эмпирически убедились в необходимости развития родных языков во время визитово-ленивуческие кочевья и сельские школы. Подробности в материале Ольги Русул. Первая остановка – оленеводческая община «Обседа» в переводе с Ненинского – «Песчаная сопка». В общине восемь работников. Пока участники выездного совещания знакомятся с бытом и жизнью рядовых оленеводов, глава общины Михаил Семяшкин сетует – пастухи все холостые, женщин в тундру не заманишь. У нас задача вернуть женщин в тундру, поэтому в нашей общине уже есть чумработницы. Мы сами ставим, потому что если перевести на традиционный образ жизни, чтобы занимались кочевым оленеводством, то нужно, чтобы семьи были в тундре. Тогда и дети будут перенимать этот опыт. Михаил считает, что в первую очередь необходимо восстановить вековой уклад жизни в тундре, когда детей не забирают у родителей в интернаты, живут в чумах с семьями. Солидарная с ним Римма Галушина, член Совета Федерации Федерального Собрания от Ненинского округа. И это необходимо сделать. И вот я сейчас буквально разговаривала с ними, конечно, они считают, что да, кочевая школа, особенно начальная кочевая школа должна быть именно для того, чтобы женщины и дети оставались здесь, оставались со своими мужьями и вели традиционный образ жизни, чтобы сохранить вот этот действительно традиционный образ жизни. Этой проблемой озабочены на федеральном уровне. Семинар совещания проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Фонда сохранения и изучения родных языков народов России и Федерального агентства по делам национальностей. Основная задача – решение проблемы учебно-методического обеспечения обучения родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также нормативно-правовое обеспечение сохранения популяризации изучения родных языков. Какую-то модель всё-таки придётся возродить. Вот речь идёт сейчас о том, чтобы начальную школу, качевую школу хотя бы возродить в каком-то виде. Но здесь нужны усилия, конечно, совместные. И федерального центра, который контролирует со своей стороны качество образования, но и всё-таки интересы стратегические региона. Если вы моё мнение спросите, то частные, конечно. Я считаю, что все народы разные, и требовать от них, чтобы они жили той жизнью, которой живут другие, тяжело, потому что у них свои представления о жизни. И в этом, собственно, и богатство, наше культурно-языковое разнообразие. Следующая остановка выездного совещания – строящаяся школа в посёлке Индиго. Подрядчик обещает сдать её до конца этого года. Здание поражает масштабами. Школа рассчитана на 150 учеников. Оснащена большим спортивным залом, актовым залом, в котором предусмотрены даже гримерки для артистов. В школе будет оборудован лифт, а из окон открывается прекрасный вид на море. Пока же 68 юных жителей посёлка, именно столько учеников в Индиге, грызут гранит науки в старенькой школе. Обучение проходит в две смены. Родной язык учат? Кто-то из вас знает? Кто-то родной язык? Индский язык знаете? Да? Прям разговариваете? Что вы на языке? Не надо разговаривать. Но это очень важно. Спасибо вам, вам успешно. Удачи. Да. Теперь будем знать, что у нас есть такая школа. К слову, будущая школа так приглянулась Татьяне Синюгиной, что последующий семинар заместитель министра предложила провести здесь, в посёлке Индига, но в уже действующей новой школе. Напоследок делегаты подарили школьникам комплект учебников Министерства просвещения. А это уже действующая новая школа посёлка Красное. Педагоги школы успешно реализуют национально-региональный компонент, включая в программу уроки ненецкого языка, краеведения и другие дисциплины. Безусловно, это важно. И это первое мероприятие фонда, которое мы организовали. Поэтому большое спасибо, во-первых, коллегам из Ненецкого автономного округа за организацию этого мероприятия, что мы посетили, посмотрели всё, увидели всё своими глазами. Для гостей педагоги учащиеся школы приготовили небольшой концерт, по окончании которого гости подарили подарки, комплекты учебников, книги по русской литературе, истории и общества знанию, а также футболки с логотипом фонда. Уважаемые коллеги, конечно, спасибо огромное за то, что вы участники Всероссийского семинарного совещания побывали в вашей школе, познакомились с этой школой, с вашими ребятами, с вами, ребята. С вами, уважаемые коллеги, и мы желаем вам только дальнейшего развития, процветания. Остается добавить, мероприятие реализуется в рамках Международного года языков коренных народов, объявленного ООН. Его главная цель – привлечение внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки и активизации. План проведения года языков коренных народов в России включает более 700 мероприятий.